Чем являлось нашествие татар-монголов во главе с Ханом Батыем для Древней Руси? Наверное, вопрос очень современный, потому что сейчас существуют многочисленные попытки создать такую, если угодно, софт-историю. И более того, эти попытки были начаты еще евразийцами, попытаться представить этот этап нашей истории не столь трагическим и ужасным. И здесь мы должны все-таки разочаровать очень многих историков, которые на этой Ниве подвязаются в попытках сгладить противоречия между татарами и Русью. Это было жестокое нашествие, когда русский мир находился на краю пропасти. Достаточно вспомнить, что последние археологические раскопки во Владимире, например, перед строительством новых домов показали нам просто совершеннейший ад, который творился на этой земле. То есть, непогребенными остались тела мужчин, женщин, детей. Многие из них были заранее обездвижены, видно, связаны, им отсечены головы. Причем, судя по характерам рубцов, на кости тупым оружием, чтобы принести как можно больше страдания. Это не единичные находки. Мы помним прекрасно, как был раскопан город Киев еще в 19 веке, когда предстали картины ужасающие. Оказывается, павший город, 150-ти тысячный город, фактически остался лежать на поверхности земли. Некому было погребать своих мертвецов. И после этого мы, конечно, не можем говорить ни о каком симбиозе с ордой, синтезе. Нет, вопрос стоял о физическом уничтожении. И современные антропологи скажут, что даже физический тип русских людей после татарского нашествия, конечно, изменился не в лучшую сторону. Аристократия погибла, дружинный слой погиб, ремесленники погибли. Интеллигенция погибла. Из лесов вышли те, которые, собственно говоря, жили в лесах и стали населять города. Результатом нашествия татар-монголов стало действительно исчезновение фактически всей культуры. То есть мы лишились порядка 80-90% наших рукописных памятников. По оценкам специалистов, те иконы, которые до нас дошли, это тоже не более 10% от того, что было. А все иконы до монгольского времени признаются гениальными. Ремесла. Мы прекрасно знаем, как Ломоносов пытался восстановить мозаику и сам искренне признался, что какие-то мозаичные вещи ему удались, а какие-то так и останутся никогда уже не воссозданными. Перегородчатая эмаль, финифть, все это было или частично воссоздано в XVIII-XIX веке, или уже не будет воссознанно никогда. Строительство, кирпичное строительство. Я скажу словами архитекторов, невозможно себе представить, чтобы мы сейчас смогли из плинфа, из кирпича возвести, ну даже, например, Софийский собор в Новгороде. Он у нас рухнет, он рухнет. Утеряны технологии строительства руками таких памятников, которые переживают тысячелетия. Вот что такое татарское нашествие. Александр Невский появляется в критический момент нашей истории, в переломное время, когда уходит старая Русь династии Рюриковичей. И в результате кризиса, чудовищного поражения, которое потерпела российская, русская государственность от нашествия кочевников, которые мы называем татар-монголами, начинает появляться ростки новой государственности, у истоков которой, собственно говоря, и стоял Александр Невский. Пользуясь даже языком, может быть, современности, мы можем назвать его гениальным кризисным управляющим, который в момент распада всех традиционных институтов, а это было действительно так, сумел из этих институтов создать плотный фундамент того, что впоследствии в XIX веке мы знаем как цветущая Российская империя. Во-первых, для меня это тоже загадка. Безусловно, тенденция пересмотреть очевидные подвиги Александра Невского — это тенденция современная. Мы ее не находим у более ранних авторов, даже настроенных, скажем так, не очень положительно вообще к российской истории, к российской государственности. Этого нет. Более того, все источники, открытые источники, они в открытом доступе, любой школьник, более-менее подготовленный, может и достать, и ими оперировать, говорят о том, что победа на Неве была, победа была серьезная. Поход шведского войска был задуман давно, он абсолютно четко шел в рамках буллы Папа Григория о крестовом походе на Русь в 1937 году, выпущенной в 1237. Это было серьезнейшее мероприятие. Количество войск, участвовавших в битве, позволяет нам сделать вывод о том, что, если это и не было крупнейшим сражением Средневековья, то уж назвать его мелким тоже нельзя. Это была далеко не стычка. Отвечаю на ваш вопрос, в чем причина попытки пересмотра значения Невской битвы именно в наше время? Я думаю, что, конечно, она идет в рамках начавшейся очень серьезной борьбы за умы и сердца современного молодого русского поколения. И, в первую очередь, конечно же, удары будут наноситься, они уже наносятся в узловые моменты нашей истории, если угодно, в самые такие нервные узлы. Это, прежде всего, в наших национальных героях, не просто в национальных героях, а в те фигуры, на которых построена и соткана вся ткань нашей, если угодно, русской исторической мифологии в высшем значении этого слова. И здесь, конечно, фигура Александра Невского ключевая. На втором месте, и мы все это прекрасно понимаем, Куликово поле и Дмитрий Донской. Вот эти две основные вехи, из которых сшита ткань будущей русской истории, их надо разорвать. Невская битва Невская битва знаменательна тем, что, может быть, впервые шведское войско готово было сделать не просто набег, а уже реально осуществить форматирование некой базы для будущего наступления на Новгород. Более того, Невская битва и Невский поход шведский на Неву был одним из этапов наступления на Русь. Эти этапы развертывались веерно по всему фронту, начиная от Невы и кончая Южным фронтом, это Псков. Прежде всего, надо сказать, что Невский поход шведов — это крестовый поход. Участвовали не только шведы, участвовали представители почти всех северных народов, и норвежцы, и покоренные шведами к тому времени финское племя Суоми. Иными словами, мы видим некое уже движение, движение Запада, Запада в сторону Новгорода. И движение это было, конечно, крайне опасным в тот момент, когда Коренная Русь лежала в развалинах, в тот момент, когда судьба Киева, Чернигова, Южной Руси уже висела на волоске. Конечно, этот поход имел решающее значение для Запада. Собственно говоря, мы можем даже не гадать, любой удар по Новгороду, захват Новгорода явился бы, ну, собственно, концом русской государственности. Это очевидно, и это очевидно было даже тогда современникам Александра, его отцу, и ему, конечно, самому в первую очередь. Ну, во-первых, мы должны, конечно, иметь в виду, что даже те особенности битвы, которые попали к нам через исторические источники, видимо, удивили и современников. В противном случае они не попали бы в исторический источник. У нас нет описания, например, даже ледового побоища, нам приходится строить некие домыслы. Невскую битву мы можем по источникам и по житью Александра Невского и по ледописи очень точно реконструировать. Спор идет о деталях. И, конечно, современников удивила и решительность князя Александра. Если мы будем говорить о его предусмотрительности, то есть о выставлении сторожей на устье Невы из племени Ижоры во главе со старостью Пельгусием, мы все-таки будем говорить о некой традиции, которая существовала в новгородском государстве и до Невского. Но если мы говорим о походе Александра Невского, то это, конечно, возможно даже новое слово в военном деле. Ведь этот поход был совершен в кратчайшие сроки. Поход, судя по всему, совершен был пешим порядком. И сейчас для нас, наверное, было бы интересно определить и направление этого похода, узнать дорогу, которую Александр двигался непосредственно к месту впадения реки Ижора в Неву. Но, тем не менее, поход этот был стремительный. Поход был организован таким образом, что шведы о нем ничего не узнали. Даже маршрут движения из Новгорода, пеший маршрут до впадения реки Ижоры в Неву, было бы интересно сейчас узнать. И, тем не менее, конечно, удивляет, во-первых, и скорость передвижения и конного, и пешего войска, и пешего в том числе. И мы должны помнить, что пешая войска составляла ударную силу дружины Александра. И умение подойти скрыто к шведскому лагерю, шведы же, конечно, тоже были не дети, понятно, что были и сторожа. И, тем не менее, русские сумели расположиться таким образом в лесной местности, что уже в лесу были готовы фактически для нанесения первого удара, который, в общем-то, и стал решительным. Все это говорит в совокупности, конечно, о военном гении Александра, безусловно, военном гении, который выделял его из черты современников. Ну, скажем так, если подходить с точки зрения современного исторического материала, который у нас есть, мы, ну и в свое время делаясь такие допущения, это прежде всего фреск, титрская фреска Спасо-Нереицкой церкви, погибшая, к сожалению, во время войны, которую долгое время атрибутировали как портрет князя Ярослава Селдовича, отца Александра. И, соответственно, в общем-то, отсюда делались попытки реконструировать и облик его сына. Но, тем не менее, в последнее время было доказано, что это князь Ярослав Владимирович, к сожалению, это не отец Александра Невского. Что у нас остается, собственно говоря? Ну, возможно, какого-то ретроспективного отката, да, но что у нас? Облик Ивана Грозного, что он нам даст? Наверное, немного, слишком большое, 300 лет, большая, как бы, протяженность поколений. И, тем не менее, есть одна зацепка, это житие Александра Невского, где сказано, что хан Батый дивился возрасту его. Он, конечно, дивился не молодости князя, потому что по тем временам князь был не молодой, он был в полном расцвете сил. Он, конечно, восторгался его ростом, говоря современным языком. То есть, князь Александр был высокого роста. Житие рисует нам, возможно, гипертрофировано положительные черты князя. Но, тем не менее, мы можем точно сказать, что князь, конечно, выделялся и красотой лика своего. И здесь есть такой важный момент, который, может быть, его всегда, как бы, светские историки упускают из вида. Но для православного человека того периода святость князя выражалась в том числе и в его облике. А святость князя ощущалась его современниками непосредственно. То есть, иными словами, в момент его кончины, его близкое окружение, собственно говоря, и митрополит Кирилл, они, конечно, князя уже почитали как подвижника благочестия, как человека святого. И я думаю, что это все отразилось на его облике. Вот лично для меня законченный портрет князя – это коренский картуш в метро Комсомольское. Конечной целью ордена, наверное, собственно говоря, об этом догадывались и современники Александра, конечно, были земли Новгорода и Пскова в конечном счете. И эти цели, в общем-то, не скрывались. И Псков пал в 1941 году, следующей целью был Новгород. Что это означает для нас? Понятно, это конец русской государственности. Мы знаем, что именно Новгород и Псков – это те земли, которые чудом остались целы после татарского нашествия и отстояли себя в борьбе с Западом непосредственно с агрессией немцев, литовцев, шведов. Немцы не скрывали, собственно говоря, своей задачи. Недаром после того, как пал Псков в 1941 году, немцы захватывают ближайшие к Новгороду окрестности, в том числе погост Сабля, в котором впоследствии сидели потомки Гаврила Алексича, дружинника Александра Невского. Вот как тесно связана история этих родов, вплоть до Александра Сергеевича Пушкина. Погост Сабля находился уже совсем близко к Новгороду. То есть, фактически говоря, немецкие отряды вышли непосредственно к окрестностям нашей древней столицы. Ну, после этого говорить о мелкой стычке на льду Чудского озера, ледовой битвы, ну, наверное, не приходится. Тем более, что сама битва явилась заключительным этапом так называемой Русско-Ливонской войны, которая началась в 1240 году и кончилась этой битвой. Результаты этой битвы очень хорошо видны по последствиям. А последствия таковы, что орден прекратил наступление, полномасштабное наступление в сторону как Пскова, так и Новгорода. Фактически полностью прекратил уже, так сказать, до конца своего существования в 16 веке. То есть, битва была действительно судьбоносная. Нам сложно сказать о количестве участников. Наверное, эта битва тоже не была самой масштабной средневековой битвой. Наверное. Но, судя по даже тем источникам, немецким источникам, кто стоял под знаменами ордена в тот момент, а это фактически все наличные силы, которые имелись в тот момент в Ливонии, в том числе мы традиционно недооцениваем боевые качества Чудских и Ливских племен. Судя по фильму Эйнштейна, это почти дети небольшого роста, которые бегают толпой, не знают, что делать. И, в общем-то, при первой неудаче, грубо говоря, сваливают с ледового побоища. Но, тем не менее, мы знаем достоверно о том, что их боевые качества были на высоком уровне. Они могли противостоять некоторое время немецкой агрессии. И, собственно говоря, их поход был далеко не подневольный, как в том же фильме сказано. То есть, они шли реально за добычей старосты племен эстских и ливских. Они участвовали в лантагах, они принимали это решение. То есть, серьезная сила надвигалась в тот момент. И на льду Чудского озера произошло действительно масштабнейшее сражение Средневековья. Даже в сравнении с битвами, которые мы знаем того времени на Западе Европы, это сражение очень серьезное. И говорить о мелкой стычке совершенно не приходится. Знаменитая экспедиция Академии наук на Чудское озеро конца 40-х, начала 50-х годов, это, конечно, удивительное событие. Сейчас перечитываю материалы экспедиции, только диву даешься. Масштабности вообще проекта. То есть, масштабность его соизмерима даже современными проектами, которые требуют огромного финансирования. Тогда, конечно, никакого такого финансирования не было. И, тем не менее, проект был масштабный. Участники в нем были великолепно подготовлены. Даже те студенческие отряды, которые участвовали в экспедиции, это были не просто энтузиасты, это были прекрасно подготовленные люди. Главным результатом, конечно, стало определение точного места битвы. Главным результатом стала привязка к современной карте топонимики, отраженной в древней летописи. Главным результатом стала, конечно, находка остатков Вороньего камня, вокруг которого происходили действия. И, безусловно, огромный материал, связанный с древними путями, который позволяет нам верно представить, собственно говоря, стратегию ведения войны в Средние века на этом участке суши, очень специфическом и плохо проходимом даже сейчас. То есть, иными словами, экспедиция показала масштабную картину действительно серьезных военных действий, двухгодичных, которые завершились грандиозной битвой. Вот для меня это тоже вопрос, на самом деле, не такой очевидный, простой, как кажется, как можно было бы ответить. Дело в том, что буквально спустя 26 лет, 1268 году, произошла грандиозная битва по рековоре, где сошлись уже поистине все силы Севера, Запада, Европы и Новгородское и Суздальское войско, и где потомки князя Александра нанесли уже окончательно поражение западной немецкой агрессии на новгородские земли. Битва была грандиозная, и по количеству павших она, конечно, одна из величайших в Европе. Ледовая побоище уступает по масштабности, по количеству участников, и тем не менее она вошла в наш исторический миф как важнейшая составляющая нашего национального бытия. Я думаю, что, конечно, эта оценка идет от непосредственных участников и свидетелей тех событий. То есть мы должны очень чутко относиться к нашей летописи, которая, в отличие от западных источников, всегда правдиво рассказывает не только о победах, но и о трагических неудачах. Всегда правдиво. Наша летопись не боится трагедии, она не боится поражений. Это очень важный момент, я хочу подчеркнуть, даже в сравнении с западными источниками. И вот ледовое побоище оценено современниками, как важнейшая победа, которая положила предел западной агрессии, именно латинской агрессии. И, безусловно, сама эта победа – это часть нашего национального самосознания, важнейшая часть. То есть это некий архетип победы, если угодно даже, я не буду бояться, архетип победы над немцами, который потом воспроизводился всю нашу историю. Вот это, мне кажется, очень важно. Это тот архетип, который дает нам возможность даже сейчас ощущать себя победителями в любой ситуации, когда мы разговариваем с Западом. Важно сказать, что Александр категорически отказывается от союза с Папой по двум причинам. Первая причина, конечно, духовного характера. Не секрет, что любая попытка войти в политический альянс с Папским престолом должна была, как следствие, привести к принятию католичества. Что мы видим на примере князя Даниила Галецкого, на примере князя Миндовга Литовского. И это не было никаким секретом, это была открытая политическая игра. Второй момент, и здесь уже, мне кажется, недооценена гениальность политической интуиции князя. Что происходило в тот момент? А в тот момент происходило, собственно говоря, определенное политическое слияние западных структур, недаром и путешествия западных монахов в Орду, их договоры по поводу совместного противостояния мусульманам на юге. То есть, конечно, Александр не мог об этом знать. На его глазах осуществился вот этот синтез наших вековых врагов Востока и Запада. Выбора не было, ни там, ни там. Более того, ситуация усугубилась тем, что и Византийская империя нашла в монголах своего временного союзника по борьбе с мусульманами. Иными словами, для Александра, как гениального политика, вся картина представилась совершенно очевидной. Союзников у нас нет. И никакой союз ни с Ордой против Запада, ни с Западом против Орды не сулил нам ничего, кроме как бы исторического небытия. Это как дважды два. Это очевидно нам. В тот момент, возможно, это было очевидно только Александру. Учитывая, что в 1237 году папа Григорий IX издал булу о крестовом походе на Русь, который абсолютно точно, синхронно синхронизировал с первым наступлением татаро-монгольских войск на Рязанское княжество, говорить о каких-то сострадательных вещах к христианам на Востоке со стороны Римского престола, ну, конечно, не приходится. Это смешно. То есть, слава, целенаправленное наступление, целью которого было просто поделить уже, казалось бы, валявшийся у ног завоевателей огромный кусок Восточной Европы. И, собственно говоря, этот дележ очень активно начался, ну, и не закончился до ныне, собственно говоря. И для Александра это, в общем-то, никакой загадки, наверное, не представлялось. Другой момент, что он попал в очень серьезную, лично непростую ситуацию, когда папские посланники уверяли его. И, возможно, для этого были очень существенные у них факты на руках о том, что его отец в Орде согласился принять католичество. Это был уже шантаж, совершенно определенный шантаж. Причем, мне сложно сказать, правда это была или не правда, но шантаж был очевидный. Александр стоял перед сложнейшим выбором в тот момент. И вот в этот самый момент, 1948-1950 год, когда он окончательно дает окончательно отрицательный ответ папским послам, мы можем говорить о втором крещении Руси, о втором выборе веры. Причем совершенным в тот момент, когда, ну, собственно говоря, если мы представим выбор веры князя Владимира, цветущая Византийская империя, Русь сильна, врагов фактически нет, и выбор веры делается в идеальных условиях, то выбор веры Александром делался в состоянии кризиса государства. В тот момент, когда Русь действительно окружали враги, ресурсов не было. Человеческий ресурс фактически сведен к нулю татаро-монгольским завоеваниям. И вот в этот момент выбор веры князем Александром нам и говорит о том, что у истоков новой российской государственности стоял святой князь. Переезд митрополита Кирилла Переезд митрополита Кирилла, это, конечно, удивительная загадка нашей истории. Ближайший соратник князя Даниила, получивший, собственно говоря, от него первый импульс выдвигать свою фигуру в качестве претендента на митрополитский киевский стол, он уезжает в Царьград, получает титул митрополита, получает заветную киевскую кафедру, хотя уже, конечно, находящуюся в развалинах. И вдруг интересная ситуация не сразу, спустя некоторое время, там по-разному оценивают, два, там два с половиной года, он оказывается во Владимире. Он оказывается во Владимире и становится сподвижником князя Александра, причем самым верным его соратником, и, я думаю, что полным единомышленником по огромному спектру вопросов, огромному. Конечно, возникает вопрос, а как к этому относился князь Даниил? Фактически он потерял друга, он потерял и рычаги политического управления, митрополит киевский и всея Руси, это серьезная фигура в борьбе за политическое первенство, и вдруг это его личный друг уходит на север князя Александру. И, тем не менее, после этого мы видим, что дочка князя Даниила становится супругой брата Андрея, брата Александра, и мы видим очень серьезный такой политический союз, политический союз, который не нашел полного отражения в исторических источниках, но чьи плоды, собственно говоря, нам хорошо видны. Ну а фигура митрополита Кирилла, конечно, требует очень серьезного внимания наших современных историков, она, по сути, недооценена. Это грандиозная фигура, стоящая вровень с князем Александром. На мой взгляд, митрополит Кирилл – это тот идейный вдохновитель взгляда на новое русское государство, как на последний оплот православной веры, как на новый Израиль и как, в конце концов, на Третий Рим. Эта формула появилась позднее, но сама идеологическая составляющая, узел идеологической этой формулы завязан в период взаимоотношений митрополита Кирилла и князя Александра, в чем я абсолютно уверен. Выбор князя Александра, на мой взгляд, был предопределен. И предопределен его первой поездкой во Рду, когда он добрался в течение двух лет до Каракорума и вернулся обратно. Я думаю, что то, что он увидел, конечно, поразило его воображение. Он увидел силу Азии, неисчерпаемые людские ресурсы, неисчерпаемые. Вопреки нашему современному мнению об Азии как таковой, Азия в то время – это передовые страны в области военного искусства, в области вооружения, в области военной тактики. Они идут впереди Европы по этим позициям, и плюс огромные человеческие ресурсы, грандиозные. Александр понимал, что на тот период времени открытое противостояние с Ордой закончится физическим уничтожением русского населения, как то случилось со многими племенами на пути татар-монголов, как то случилось, наконец-то, с венграми, которые еще оставались жить на своей прародине, и которых потом, буквально через три года, там не нашел венгерский монах ни одного человека. То же самое случилось бы и с русским народом. Здесь никакого выбора, собственно говоря, не существовало. Выбор был или спасти остатки русского народа, церковного народа, народа-носителя Христа в своем сердце, или уйти вообще с арены истории, до единого человека. Поэтому тот выбор, который избрал этот князь-богатырь, он был единственным, и, конечно, пришлось пройти чрезвычайное смирение в Орде. И все-таки, и все-таки, для, я думаю, даже для современников князь оставался не только борцом с западной агрессией, а образ князя, так или иначе, уже у его современников, это образ и борца на Востоке, как это ни парадоксально. И знаменитое восстание 1262 года, когда восстали вдруг все города, оно совпало с моментом, так называемой, заметни в Орде, когда западная Орда решила отколоться от Каракорума, объявить себя независимой. И по городам, очевидно, в Древней Руси сидели, баскаки присланы еще центральным правительством. Использов вот этот политический момент, города восстали. Восстали единомоментно, вся Северо-Восточная Русь. Ну, безусловно, без центрального управления такие восстания не бывают. Мы все прекрасно знаем, что митинг из пяти коллег, его не выведешь, если нет центральной власти, которая этот митинг, собственно говоря, организует. Восстание очень серьезное, и для современников, конечно, очевидно было, что князь Александр так или иначе держит руку на пульсе. Но вот что любопытно, первые же чудеса, посмертные чудеса князя, связанные с противостоянием русского народа с монголами. И в первую очередь это явление при гробе князя Пономарю Рождественского собора во Владимире в момент Куликовской битвы. И всеми современниками в тот момент Куликовской битвы это было воспринято как совершенно законное чудо. Князь помогает своему сроднику и продолжает ту самую борьбу с Востоком, которую он начал. Нам сложно сказать, какую перспективу видел князь Александр. Конечно, это тайна. Но то, что перспективу он видел, перспективу выхода из этого жесточайшего кризиса, и, видимо, видел, может быть, единственный, ну и митрополит Кирилл вдвоем, может быть, больше перспективы это не видел никто, учитывая по той деятельности, которую вели даже его ближайшие родственники, князья. Какая могла это быть перспектива? Конечно, перспектива восстановления государства. В тот момент, когда рухнули все институты, когда, в принципе, зашатался даже авторитет княжеской власти, авторитет дома Рюрика, этот авторитет удалось сохранить. Сохранить, я думаю, только усилиями князя Александра. Это совершенно очевидно. Второй момент, связанный, как он видел восстановление государственности на Руси. Я не думаю, что он был модернистом. Я не думаю, что он ставил перед собой совершенно модернистские проекты. Он, конечно, пытался восстановить или, по крайней мере, сохранить то, что было. Но перед собой он видел восстановление все-таки государственной целостности. Князь, приняв титул великого князя киевского из рук татар, от этого титула никогда не отказывался, потому что этот титул все-таки, все-таки даже до времен князя Дмитрия Донского, был очень серьезным в политической игре с литовскими князьями. Это была серьезная заявка на то, что собирателями всей совокупности русской земли будут наследники Мономахова дома, а не Миндовга. Это очень важно. Эту перспективу князь тоже перед собой видел. И эту задачу он перед собой очень четко ставил. Это видно по всем его действиям внутрироссийским, говоря современным политическим языком. И очень важно, что деятельность князя позволила сохранить очень важный, на мой взгляд, союз, который породил потом феномен Великоруссии. Это союз Владимира Суздальской Руси и Новгорода. Вот этот союз, вот эта спайка, она и предопределила будущее становление единодержавного русского государства, великорусского государства, которое, тем не менее, по заветам князям стремилось воссоздать ту древнюю и вечную, конечно, Русь со столицей в Древнем Киеве. И эта задача перед нами до сих пор так же и стоит. Речь идет, конечно, прежде всего о переписи в Новгороде. О переписи в Новгороде, которую Александр провел действительно очень жестко. Учитывая, что его сын, старший сын Василий, оказался в центре заговора антимонгольского, Александр повел себя, конечно, очень жестко. В том числе, ну, сына он не тронул, хотя по отношению к сыну он поступил действительно очень жестко. Даже впоследствии, когда он распределял столы между своими сыновьями, Василий остался вообще за пределами. То есть он просто был окончательно выдавлен из политической жизни. Это серьезно для князя. В общем, фактически он отрезал этого сына. Значит, были казни в Новгороде, были казни действительно. Но мы должны прекрасно понимать, что было бы, что за казнь была бы, если бы не было этих казней. А был бы разгром Новгорода, и это понимал не только Александр, это понимали и в Владимиро-Суздальской Руси. Был бы разгром и конец этого вольного города. Будущего бы на северо-западе у русского народа не было бы. И очень любопытен момент, что когда князь приехал из Новгорода в Ростов, еще тогда был жив владыка ростовский Кирилл, тезка митрополита Кирилла, и между ними, судя по летописи, состоялся такой тяжелый разговор. То есть князь косвенно признался, что и не чаял живым уйти из Новгорода. То есть нелегко далась ему эта жесткость и противостояние с новгородцами. И удивительно, но его политика, даже жесткая политика, находила полное понимание у наших первых иерархов и у владыки ростовского Кирилла, у митрополита Кирилла Киевского. Даже новгородцы, которые мы прекрасно знаем, как они относятся к Ивану Грозному, и как противодействие новгородского менталитета в XIX веке не позволили скульптуру Микешну на памятнике Тысячелетия России изобразить государя Ивана Грозного, про Александра Невского ничего подобного не было. С новгородцами он ссорился, он от них уходил. С новгородским боярством он вел непримиримую борьбу. И тем не менее он остался в памяти города, как защитник его. Причем защитник один из самых значительных за всю историю новгородской государственности. Я думаю, что это ответ истории на все недоразумения. Я думаю, что, конечно, мощи Александра воспринимались, я даже не побоюсь таких красивых сравнений, это Палладиум государства российского, Палладиум, это главная святыня. Но так они и воспринимались всегда. И перенесение из древней столицы, а Владимир уже воспринимался как древняя столица. Для XV века Владимир стал для Руси как некий Рим, Новый Рим, именно вокруг Владимира формировалось. Владимир связывал и с Древней Русью, с Былинной, с князем Владимиром, наконец-то, киевским. Но Владимир была этой Новой Руси, Московская. То есть, безусловно, это был священный град. И Палладиумом этого священного града были мощи князя Александра. Перенос их в новую столицу, в град Святого Петра, это, конечно, перенос основной святыни и перенос, так сказать, духовного центра, который даже при столичной Москве духовный центр все равно мыслился во Владимире. Перенос и этого духовного центра на берега Невы. Я думаю, что вот этот мистический акт, конечно, по-своему наложил определенный отпечаток на нашу северную столицу и до сих пор накладывает. Чем является князь Александр для нас, для современников? Я думаю, что, конечно, он олицетворяет всю нашу историю, как никто другой. Он связывает нас и с былинными богатырями князя Владимира на берегу Днепра. Он связывает нас с трагическими страницами 13 века, когда, казалось бы, все, конец русской истории. В нем первые ростки, вдохновенные ростки возрождения русского. В нем первые громкие победы на Западе, которые принесут славу русскому оружию и впоследствии. В нем и, конечно, определенный духовный выбор России, выбор православия. И другой фигуры, подобно Александру Невскому, здесь не найти. Это князь-полководец, это наш духовник, если угодно. Это наше знамя, это отец великорусского племени, который, можно сказать, ангел-хранитель великорусской части единого, триединого русского народа.